Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow, самые низкие цены, а также интернет-магазин Sklades, продаж запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы на одном видео покажем вам несколько уроков по ремонту айфона 6 и 6+. Первое, как заменить контроллер зарядки 3 Star. Второе, симптомы неисправности выхода данного контроллера, то есть в каких случаях его нужно заменить. Третье, как удалять компаунд с микросхемы. Четвертое, как снимать неисправную микросхему. И пятое, как устанавливать новую микросхему. Микросхема, которую необходимо заменить, то есть микросхема 3 Star, находится под защитным металлическим экраном, который необходимо снять. Как его снимать мы показывать на видео не будем, по той причине, потому что это делается очень просто. Если вы дошли до данного видео, то вам этого не составит никакого труда. Вот мы сняли защитный экран для того, чтобы заменить микросхему 3 Star. Микросхема 3 Star, вот она находится вот здесь. Сейчас я вам приближу. Вот она. И еще приближу. Это вид из-под микроскопа. Вы можете убедиться, она залита компаундом. Сейчас мы вас научим, как снимать компаунд с микросхем. Для того, чтобы снять компаунд, либо заменить саму микросхему, микроскоп не нужен. Такой вид мы сделали, чтобы вам было все хорошо видно. Для снятия компауда нам понадобится фен и медицинский зонд. Вот мы вам показываем. Фен необходимо нагреть от 200 до 300 градусов. Это вы уже сами смотрите. Немного, то есть нагреваем. Именно немного. Не надо разогревать прям сильно. Нам нужно немного нагреть компаунд. И медицинским зондом аккуратно, тихонечко снимаем компаунд. Самое главное при снятии компаунда, это не повредить печатную плату. Вы можете повредить саму неисправную микросхему. То есть тут можете сверху микросхему, можете ее отколоть. Это не имеет значения, так как вы будете ставить новую микросхему. Но не повреждайте печатную плату. То есть когда снимаете, очень нежно, аккуратно снимаете компаунд. Лучше потратьте больше времени. То есть вообще компаунд снимается долго. Компаунд необходимо нам удалить по бокам микросхемы. То есть из-под самой микросхемы компаунд, естественно, мы снять не сможем. То есть убрать его оттуда невозможно. Нам нужно убрать его по бокам и сверху микросхемы. Сверху микросхемы мы убираем для того, чтобы прогрев данной микросхемы прошел более равномерно. По бокам, чтобы ее легче было снять. То есть если вы не удалите компаунд, ее будет затруднительно снять. Чем больше снимете компаунд, тем лучше. А теперь рассмотрим самое главное. Это симптомы неисправности данной микросхемы. То есть когда ее нужно менять. Если ваш аппарат быстро разряжается, ну, естественно, это может быть и аккумулятор. Но, если он быстро разряжается, соответственно, у него, скорее всего, потребление. То есть необходимо проверить вам потребление аппарата. Если в спящем режиме ваш аппарат потребляет от 100 до 200 мА, и в аппарате нет попадания влаги, то вероятность 90%, что у вас неисправна микросхема 300. Дальше перейдем к неочевидным неисправностям микросхемы 300. Если аппарат не заряжается или не включается, это тоже может быть проблема с микросхемой 300. Но вероятность примерно 20%. Как же определить, проблема в микросхеме 300 или нет? А это мы вас научим в следующих выпусках видео. Из-за того, что если ваш аппарат не заряжается, либо не включается, и причина не очевидна, то с помощью одного видео научиться это невозможно. В связи с этим мы выпустим серию видео, в которых будем рассматривать каждую причину индивидуально. научим вас работать со схемами, с тестерами, с программаторами и так далее. Только после окончания просмотров всех серий видео вы сможете сделать какие-то выводы и, соответственно, обучиться. Теперь перейдем к самому главному. Если вы хотите стать профессиональным мастером, запишите или запомните. iPhone быстро разряжается. И проблема не в аккумуляторе, и в аппарате потребления. От 100 до 200 мА в спящем режиме. То на iPhone 5, 5s, 5c. На iPhone 6, 6s. Ну и 6+, и на iPhone 7. То это проблема в микросхеме 3STAR. Вероятность 90%. И при условии, если в аппарате нет попадания влаги. Соответственно, если у вас есть попадание влаги, к примеру, в аппарате, это тоже может быть в микросхеме 3STAR. Просто вы проанализируете ситуацию, где у вас попала влага, нет ли, допустим, из-за данного попадания влаги у вас потребления. То есть не ошибитесь, повнимательнее будьте, и у вас все получится. Все, мы удалили. Компаунд с микросхемы. Где-то, может быть, чуть-чуть остался, но это как бы не суть важно. То есть основную массу компаунда мы удалили. Теперь нам необходимо снять саму микросхему. Для этого феном разогреваем эту микросхему. То есть фен настраиваем от 320 градусов. Температура может быть и выше, но это вы уже определяете сами. Это довольно-таки просто. То есть нагреваем саму микросхему. То есть тихонько берем пинцетом и трогаем саму микросхему. То есть легким движением определяем, двигается она или нет. То есть абсолютно чуть-чуть, буквально чуть-чуть. Потому что если вы сильно будете, то вы можете оторвать саму микросхему с печатной платой вместе с дарвушками. И повредите печатную плату. И печатную плату придется выкинуть. Ну, либо будет очень сложный ремонт. Нагреваем микросхему. Флюс при снятии микросхемы не нужно лить. По той причине, потому что компаунд под микросхемой. Вот мы сняли микросхему. Теперь нам необходимо зачистить паяльником в контактную площадку. Для этого наливаем флюс. И зачищаем паяльником контактную площадку. Зачищаем, чтобы она была ровная, гладкая. Вот так на видео. Теперь удаляем оставшийся компаунд. Чтобы он не мешался, когда мы будем устанавливать новые микросхемы. Вот теперь мы зачистили контактную площадку флюксофом. Как чистить флюксофом вы найдете у нас на будущих видео. Теперь наливаем флюс, чтобы установить новые микросхемы. Теперь нам необходимо установить новые микросхемы. Для этого ее берем и устанавливаем на контактную площадку точно так же, как она и стояла. Самое главное тут правило ее поставить ровно. Ровно так же, как она и стояла. Если вы ее поставите чуть вбок, то могут слипнуться ножки микросхемы и вам придется всю процедуру повторить заново. Все установили. Теперь необходимо нагреть микросхему. Это мы делаем феном. То есть нагреваем при той же температуре, что я снимали. Перематывать видео я вперед не буду по причине, чтобы вы понимали, сколько ориентировочно нужно нагревать микросхемы, чтобы она приправилась к печатной плате. Тут самый еще главный один момент есть. То есть наблюдайте за видео очень внимательно. То есть вот когда мы поставили микросхему, мы все равно ее поставили, то есть на чуть-чуть, на долю там миллиметра неровно. И соответственно, когда она припаяется, то есть олова расплавится и она припаяется, а сама микросхема чуть-чуть сдвинется. И вот когда микросхема сдвинется, это будет именно тот момент, когда микросхема припаялась. Наблюдайте за видео внимательно. Я вам подскажу, когда она сдвинется, чтобы этот момент обозначить. Вы, конечно, можете проверять, нагрелась, то есть припаялась микросхема или нет. пинцетом, но это не обязательно. Лучше просто внимательно смотреть. Вот смотрите внимательно. Вот видите, она двигается. Вот она сдвинулась. Все, микросхема припаялась. То есть если вы не заметили этот момент, перемотайте чуть-чуть назад и посмотрите, как микросхема сдвинулась. Все, мы установили микросхему. Вот она стоит вот здесь. Теперь нам необходимо установить защитный экран и припаять его, естественно. Все, мы установили экран. На данном видео мы вам показали, как снимать компаунд, как снимать микросхему, как устанавливать новые микросхемы и симптомы неисправности микросхемы 300. Всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.